Привет, друзья! С вами снова Кирилл Кунивский и в этом бизнес-инструменте я хочу поговорить с вами о тайм-менеджменте собственника бизнеса. И начну с того, что большинство собственников бизнеса находятся в очень бешеном жизненном ритме и им крайне сложно организовать свой тайм-менеджмент, поскольку постоянно возникает очень большое количество вопросов и задач, которые конфликтуют и перетягивают на себя внимание. И в итоге часто получается, что собственник бизнеса просто несется в потоке и погружается просто слишком в срочные задачи. Поэтому я хочу сделать первый важный акцент, когда мы говорим о тайм-менеджменте. Очень важно, чтобы у собственника появился ассистент. Я очень рекомендую, чтобы как только вы можете себе это позволить, у вас появился ассистент и вы себя в хорошем смысле слова подчинили ассистенту с точки зрения тайм-менеджмента, чтобы ассистент контролировал вас по времени. И дальше ваша задача, когда вы являетесь собственником, постоянно говорить ассистентам о своих приоритетах, чтобы ассистент хорошо понимал, какие задачи для вас более приоритетные, какие задачи для вас менее приоритетные. И далее возникает уже непосредственно сам процесс организации времени. Наилучшим инструментом для организации времени на моей практике является классический Google календарь, который синхронизируется с мобильным телефоном, например, с тем же Apple, с iPhone, где присутствует также календарь, который имеет связь с Google календарем. И ваш ассистент должен забивать вам задачи в Google календарь, а вы просто исполнять этот Google календарь для того, чтобы двигаться по графику. Для того, чтобы задачи имели правильную приоритетность, очень важно ввести категоризацию, чтобы у вас были задачи категории А, категории Б, категории С. Например, можно работать по матрице Эйзенхауэра, когда у вас есть деление всех задач по двум критериям – важность и срочность. Важные – срочные, важные – несрочные, неважные – срочные и неважные – несрочные. То есть такие А, Б, С, Д. Это может быть такое деление. Но смысл в том, что ассистент должен хорошо понимать по всем задачам, которые приходят, их категорию значимости. И далее, помимо того, что каждая задача имеет категорию значимости, каждая задача имеет также разный тип. Потому что бывают задачи жестко привязанные ко времени, например, встречи, назначенные на определенный период времени. Бывают задачи моментные, которые можно щелкнуть в какой-то момент времени. Звонок, отправка короткого файла и так далее. И бывают задачи бюджетируемые. То есть это задачи выполнения, которые нужны определенный объем времени, однако время может выбираться разное. Соответственно, принцип следующий. Всегда ваш ассистент вам в первую очередь ставит жесткие задачи, при этом выбирая наиболее приоритетные из них. Дальше. Выделяет каждый день блок времени на решение моментных задач. Причем желательно в начале дня для того, чтобы у вас не накапливался вал коротеньких мелких задач, которые висят над вами тяжелым грузом. То есть очень важно, чтобы мелкие задачи вы решали как можно скорее. И дальше остаток времени заполняет бюджетируемыми задачами в порядке их приоритетности. То есть вперед ставим всегда задачи категории А наиболее важные и дальше уже по убыванию приоритетов. И самое главное, что когда ваш календарь наполнен, он уже в нем есть уже все задачи, он распланирован. Вам важно, чтобы вас контролировали, потому что собственник бизнеса в большинстве своем будет сбиваться с этого календаря, потому что просто жизнь вносит очень много разных задач. И вот как раз здесь вам важно просинхрониться со своим ассистентом, чтобы ассистент помогал вам соблюдать ваш календарь. Вот такой вот простой принцип. С вами был Кирилл Куницкий. Ставьте лайк, если оказался для вас полезным данный бизнес-инструмент. И мы увидимся с вами в следующих видео. Пока!